Добрый день Эдуард. Добрый день Александр. Вопрос. Давайте я так солнце светит немножко отойду. Вчера видел вас на сессии в Ленинском районе. Скажите, было время переосмыслить, как вы считаете, что вчера все-таки произошло? Ну, как вам сказать. Дело в том, что был вчера представителем команды «Ридное место». Всем не секрет, что Дробитько Вадим Павлович есть членом команды «Ридное место» Головолынской районной рады. Честно говоря, переосмыслений было много. Печально в том, что некоторые политические силы, которые были инициатором вчерашней подачи депутатских подписей, то есть быть партия простых людей, блок, даже так назвать, наверное, Андрея Матковского, потому что присутствовало очень много депутатов городских, которые главой фракции есть Андрей Матковский, я говорю, блок Андрея Матковского в кавычках, пытались дестабилизировать ситуацию в Ленинском районе и провести, так тоже в кавычках, переворот. Это заключалось в том, что конструктивная работа никого не интересует. Интересует просто, как на мой вид, это жажда власти, жажда иметь какой-то контроль над районом. Юридически, я могу сказать, да, это было правильно, было решение, закон позволяет собрать достаточное количество подписей, их было 19, проголосовать. То, что было после этого, чисто для меня в юридические рамки не вкладывалось, потому что после того, как голоса были посчитаны, результат был озвучен, появляется заявление депутата Ленинского районного совета, что она якобы забыла очки, но это уже после оглашения результатов какого-то перерыва. Если человек забыл очки, он вправе сказать об этом после голосования, подать заявление во время подсчета. То есть это было тоже сделано неправильно. Были составлены акты о том, что некоторые члены комиссии отказались подписывать протокол, хотя я им говорил о том, что есть права и обязанности члена счетной комиссии, и причину мы так и не услышали, основание чего они не хотели подписывать протокол. То есть, опять же, с юридической стороны непонятно. Второй момент, это то, что это заявление тоже был составлен, что заявление поступило после оглашения итогов голосования. Честно говоря, очень печально, потому что, как я считаю, депутаты городского совета, депутаты районных совета, они должны в первую очередь заниматься решением текущих вопросов, хозяйственных в районе или в городе. Уборка снега, ремонтами дорог, канализационных, вода, мереж. А в данном случае мы просто наблюдаем то, что пытаются превратить любой районный совет в Верховную Раду с какими-то манипуляциями, с какими-то играми. Я считаю, что выборы давно закончились, и к следующим выборам готовиться нет смысла, только лишь потому, что есть жители Полтавы, есть территориальная община, на благо которой надо работать. Надо обеспечивать Полтаве порядок, и это только в силах глав районов, мэра города и депутатского корпуса. И нужна консолидация, консолидация вокруг определенного лидера, который сможет организовать работу и дальше семимильными шагами идти на пути к реализации запланированного и решения хозяйственных вопросов для обеспечения нормальной життедеятельности города, а не играть в какие-то игры и расставлять шахматные партии. То есть это моя позиция. Тем более было очень, так скажем, неприятно наблюдать за хамским поведением депутатов, потому что за депутата голосовали люди. Соответственно, когда были выборы, этот человек предоставлял какую-то программу, чем-то убеждал людей, что он лучше, чем все остальные. Теперь получается, что у нас народный депутат умеет управлять бульдозером в самый последний момент, когда очень много молодых людей обеспечивали уборку снега. Я очень, так скажем, если вас уже встретил, хотел поблагодарить Вадима Ямщикова, который ночами не спал и фактически на нем замкнулось очень много геевопросов. Плюс подключились представители других политических партий, общественные активисты, которым в первую очередь надо было говорить спасибо. И тем полтовчанам, которые сами выходили с лопатами, когда и выталкивали машины, и убирали снег, когда видели, что этим кто-то занимается. Депутаты городского, районных советов, они показали, что можно объединяться, откинуть в сторону какие-то политические программы, политические амбиции, планы, только лишь ради того, чтобы убирать те проблемы в городе, которые существуют. Поэтому так должно быть во всех вопросах, которые касаются города Полтавы. А создавать крик, шумиху, подначивать под это людей, я считаю, что это неправильно, это аморально, и такого быть не должно. Но я думаю, время все расставит на свои места. У нас есть нормы законодательства, которые регулируют депутатскую этику, которые регулируют норму поведения депутата. Но в первую очередь, судьей в этом всем, это будут те избиратели, которые выбрали таких депутатов. И я думаю, что у нас люди очень здравые и умные, и они расставят для себя все на свои места. Спасибо. Дякую.